Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет вошел в топ-5 самых популярных вузов России среди абитуриентов, подавших заявления через портал Госуслуги. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно данным Минцифры России, большинство абитуриентов подают свои заявления в вузы через портал Госуслуги. Более полутора миллионов заявлений в более чем тысячу вузов. Это 60% от общего количества заявлений на поступление. Казанский федеральный университет вошел в пятерку самых популярных вузов страны. В КФУ на бакалавриат и специалитет поданы 108 407 заявлений, через портал Госуслуги 105 803. Из них на бюджетную форму обучения 76 716 заявлений. По количеству заявлений лидируют следующие институты КФУ. Институт вычислительной математики и информационных технологий 13 844 заявления на бюджет и 5 375 заявлений на вне бюджет. Институт международных отношений, истории и востоковедения 12 330 заявлений на бюджет и 8 294 заявления на контракт. Институт управления экономики и финансов 10 674 заявления на бюджетную форму и 7 252 заявления на контрактную форму обучения. Среди подавших заявления в Казанский университет 472 стобальника, 124 призера и 48 победителей олимпиад всех уровней, включенных в перечень олимпиад школьников на 2023-2024 учебный год, 26 200 бальников, 25 победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также 2 300 бальника. Археологическая экспедиция Института международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета под руководством профессора кафедры археологии и реставрации наследия Леонарда Недашковского провела раскопки Багаевского селища Золотардынской эпохи в Саратовской области. Археологические исследования в Саратовском поболжье ведутся экспедиции с 1993 года. Багаевское селище было открыто Леонардом Недашковским в 1995 году и исследовалось им в ходе раскопок в 2002-2003, 2006-2012, 2014-2016 и 2020-2022 годах. Поселение растянулось на 225 метров с севера на юг и на 490 метров с запада на восток. Площадь памятника более пяти гектар. Селище представляет собой остатки крупного золотордынского села Нижнего Поволжья. В числе индивидуальных находок имеются небольшой бронзовый слиток, железное кольцо, три ножа, две скобы, гвоздь, пробой и шесть неопределенных предметов. Найдена также медная монета, чеканки, сарая, алджидит 1340-х годов. Исследование Багаевского селища предполагается продолжить и в следующем году. Отметим, что раскопки были проведены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда костяные изделия и керамика золотордынских сельских поселений Нижнего Поволжья. Телеканал «Наука» назвал лучшие научные фотографии этого года. На восьмой сезон ежегодного конкурса «Снимай науку» поступило более 1600 фотографий, уникальные кадры, показывающие красоту науки. Работы принимались в восьми номинациях. Люди в науке, микроизображения, нефото, серии, природа, наука вокруг, космос, а также в новой специальной номинации, учрежденной совместно с Казанским федеральным университетом. Загадки недр. Жюри определило победителей конкурса на каждый из них. Наука в объективе победителей конкурса представлена с разных сторон. Среди лучших сюжетов вулканологи, производящие замеры у Авачинского вулкана. Меловые породы, напоминающие лист папоротника, необычные скалы в Приморском крае, процесс горения вольфрамовой нити, лампы накаливания в воздухе, крыло пчелы плотника, поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку, магнитные полюса, кольца и хаотические колебания шарика. Победители получат по 10 тысяч рублей, а лучшие работы конкурса станут частью фото-выставки, которая пройдет в городах России и за рубежом. Тем временем продолжается прием работ на видеочасть конкурса. С организаторами конкурса «Снимай науку» выступили Казанский федеральный университет и Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+.» Конкурс традиционно проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Россотрудничества и национального проекта наука и университета. Информационные партнеры конкурса – издательский дом «Аргументы недели» «Научная Россия», «Индикейтор.ру», «Инсайенс.ньюс». В преддверии юбилейной даты 220-летия фасад главного здания Казанского федерального университета обретет обновленный вид. Реставрации и работы по облагораживанию завершаются к саммиту стран БРИКС. В 2025 году главному корпусу Казанского федерального университета на улице Кремлевской 18 исполнится 200 лет. Он был возведен в 1822-1825 годах. Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета» имени Ульянова Ленина. В порядок приводится и территория перед главным зданием. Речь о сквере за сковородкой по направлению ко второму корпусу Казанского федерального университета «Двойки». Уже сейчас там появились новые комфортные скамейки. В вазоны высажены бархатцы и герань. Теперь укрыться от палящего солнца или ветра можно под липами и рябиной, сидя в уютном облагороженном пространстве. Напомним, что ранее комплексные ремонтные работы были проведены в общежитиях студенческого городка Казанского федерального университета номер 4 и 6 в блоках 3 и 4 общежития номер 3 и деревни универсиады. Выпускник Химического института имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета Андрей Иванов разработал новую импортозамещающую технологию синтеза 2 и тисгексонаата хрома как компоненты высокоселективной каталитической системы для промышленного процесса триммеризации тилена. Подробнее в вопросе разбирался наш корреспондент. Данная технология поможет минимизировать выделение влаги. которая негативно сказывается на составе образующихся продуктов. Катализаторы, они в основном для таких систем, они состоят из чего? Они состоят из органического какого-то элеганта и неорганической соли переходного металла. Неорганическая соль переходного металла зачастую содержит в своем составе влагу, потому что ей нужно как-то достраивать свою координационную сферу. И если туда не вводить какой-нибудь органический элегант, что само по себе увеличивает стоимость на порядок, а может быть даже на 2-3, то достраивать координационную сферу будет вода. И в этом отношении наша технология, это первая технология, которая позволяет проводить синтез не из какой-либо неорганической соли переходного металла, а напрямую из самого металла. В нашем случае это металлический хром. И какие здесь преимущества? Хром сам по себе это отличный катализатор, или не сам по себе, а его соединение. Это отличный катализатор для проведения как раз-таки таких реакций. Но использование солей хрома зачастую обременено тем, что он ужасно гигроскопичный. И как бы его ни осушали, в любом случае там будет вода. И вот наши технологии позволяют проводить синтез катализаторов напрямую из металлического хрома, и тем самым мы полностью избегаем наличия воды в составе катализатора, что увеличивает ее эффективность на порядок, на два может быть порядка и так далее. Разработка данного проекта положительно скажется не только на экологии окружающей среды, но и значительно сэкономит средства компаний. Например, технология необходима такой крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России, как Сибур. По словам Андрея, ранее закупки данного компонента производились за рубежом. Однако сейчас проблемы в приобретении того или иного элемента складываются не только из ценообразования, но и из долгой доставки. Актуальность связана с тем, что еще недавно заводы РФ для изготовления каких-либо материалов, они использовали линейные альфа-алифины, в том числе и Гексен, которые покупали из-за рубежа. Причем покупали в больших объемах, но были и отечественные производители. Но их доля на рынке была очень несущественной, при том, что даже они использовали катализаторы, которые являлись импортными. Сейчас же все поставщики либо полностью закрыли поставки, либо приходится налаживать вот эти самые поставки путем параллельного импорта. Мы же предлагаем просто использовать нашу технологию. Она будет в разы дешевле, хотя бы исходя из того, что не нужно будет налаживать какой-нибудь параллельный импорт. Просто, может быть, у самих же, ну, в своей же стране покупать. Причем основные производители находятся у нас в Татарстане. Соответственно, им будет даже географически близко. Со своим исследованием молодой ученый принял участие в конкурсе «Студенческий стартап», где выиграл грант на реализацию проекта в размере 1 миллиона рублей. Как отмечает автор, разработка проекта началась еще задолго до участия в стартапе. Самым сложным этапом конкурса оказалось заполнение заявлений, в котором нужно было подробно описать свой проект и назвать ключевые особенности. На защите своей разработки было необходимо правильно преподнести технологию и доказать членам жюри важность своего продукта. Андрей Иванов утверждает, формула успеха проста. Нужно всего лишь хорошо знать свой проект и детально разработать план. Выигранный грант в размере 1 миллиона рублей Иванов вложит в закупку расходников для продолжения исследования по тематике проекта. Для того, чтобы выиграть грант конкретно в «Студстартапе», я считаю, что нужно красиво подать материал, объяснить его. Потому что жюри не могут разбираться конкретно во всех вопросах, связанных с химией, с физикой, ну и вообще с любыми областями наук. И здесь нужно хорошо, красиво объяснить, в чем принципиальная особенность вашего проекта, для чего она нужна и почему в целом будет интересна Россия и, возможно, даже для мира. Отметим, что стартап «Химика» был представлен в треке «Новые материалы и химические технологии». Целью проекта является разработка технологии производства два этилгексануата «Хрома» в качестве компонента высокоселективной каталитической системы для триммеризации этилена с целью получения гексана-1. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В год образования Казанского университета в 1804 году уставом университета было предусмотрено создание кафедр химии и металлургии, и технологии, и наук. Активно функционировать эти кафедры стали только в 1830-е годы. Именно фундаментальные работы Зинина, Клауса и их ученика Бутлерова положили начало созданию всемирно известной Казанской химической школы. Жизнь современного человека невозможно представить без химии. Одежда, лекарства, косметика, транспорт – список можно перечислять бесконечно. Конечно, не стоит забывать об ученых и об их выдающихся достижениях. Прямо сейчас мы находимся в химическом институте имени Бутлерова, где и познакомимся с историей человека, через которого названо данное учебное заведение. Александр Бутлеров был сторонником экономического преобразования России и рационального ведения хозяйства. Деятельность Бутлерова не ограничивалась только этим. Мало кто знает, что великий российский химик начинал с зоологии. Он учился по разряду естественных наук, то есть на биологическом факультете, и в юности сильно увлекался зоологией, ботаникой и особенно этимологией. Его выпускная работа была посвящена бабочкам волго-уральской фауны. Кроме того, он увлекался пчелами, владел пасекой в своей усадьбе. Свою собственную коллекцию бабочек, которую Бутлеров собирал, будучи студентом, он передал музею в 1881 году. Эта коллекция хранится в зоологическом музее имени Эверсмана, одном из музеев Кафу. Музей обладает практически полной коллекцией бабочек химика. Она занимает отдельный шкафчик. Еще с детства, с школьной скамьи, он очень сильно увлекался химией и вместе со своими товарищами готовил различные составы для пороха, для бенгальских огней. И в один момент, во время того, когда он в ступке толок различные составы, они сдетонировали, произошел взрыв, и ребята получили небольшие ожоги даже. Но сильно никто не пострадал, но тем не менее, Бутлеру после этого события поставили в угол, и несколько учебных дней он провел в углу своего класса. Более того, на его шею повесили табличку с надписью «Великий химик». Александр Бутлеров занимает особое место среди знаменитых выпускников Казанского университета. В музее Казанской химической школы находится Бутлеровская аудитория и кабинет, а на здании старой химической лаборатории установлена мемориальная доска. Его имя носит Химический институт КФУ и одна из центральных улиц города. 20 февраля 1860 года Бутлеров в 32 года решением российского императора Александра II становится ректором Казанского университета. Ред ректорства Александра Михайловича был поворотным в жизни медицинского факультета. Именно тогда была завершена организация первых экспериментальных лабораторий факультета — физиологической и фармакологической. А самое главное — преподавательский корпус факультета был укреплен ведущими учеными и профессорами. Бутлеров считается на самом деле основоположником русской химической школы. Учителями Бутлерова были Карл Карлович Клаус, тоже великий химик. Бутлеров открыл первый в России элемент таблицы Менделеева и назвал в честь России рутений. И вот Бутлеров считается учеником Карла Карловича Клауса. Но, несмотря на это, он сам, в свою очередь, являлся таким наставником. Огромный вклад в педагогическую, отличным педагогом был. И из его учеников можно выделить Марковникова, Попова, Зайцева. Главное направление научной деятельности Бутлерова — теоретические изыскания в области химического строения вещества. Сформулированные им положения химического строения молекулы, основанные на принципе единичной валентности и выяснении феномена изомерии, внесли важный вклад в понимание процесса формирования химической структуры. Энджи Саттарова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!